Всем доброго времени суток! Очень яркое солнце. Понедельник, 11 ноября. Утро, и мы идём на базар. Вчера целый день шёл дождь. Сейчас я вам покажу, как ей. Оставил он после себя. Впоследствии. Видите, да? Всё в лужах. Просто не останавливаясь ни на 20 минут, ни на 10, ни на сколько стеной. Первый такой проливной зимний дождь. Вчера. Первый раз уже... Можно сказать, что у нас похолодало. Первый раз я кофту надела за длинным рукавом. И дома домашнее платье сменила на спортивный костюм. Вот так. Очень резко, очень резко всегда наступает жара и прохлада. Пойдём в кооператив. Какие-то грандиозные скидки. Посмотрели тут на рекламки. Ну, вот так себе скидки. Сахарная пудра. Курица. Курица. Курица где? Не знаю я. Какая-то сахарная пудра, дрожжи. Шурум-бурум, что называется. Да, я взрослая женщина, но употребляю слова такие, как шурум-бурум, куртейка, сахвост и другие слова, которые мне заблагорассудятся. Всем остальным welcome. Первый канал центрального телевидения. Вот так. Я не для всех. Ну, я надеюсь, поняли те, кому это адресовалось. Форелька. В карфуре, ну, не знаю, зайдем мы в карфур или нет. Тоже увидели рекламу по телевизору, что распродажа форельки. Ну, посмотрим, посмотрим. Такая погода, что не знаешь, как одеться. Курица килограмм 90 лир стоит, которая вот эта вот красненькая. 90 лир за килограмм. А почему у вас курочки? В общем, прошлись, ничего не купили. Картофель. Почти по 10, ну, а лук по 13. Ну, не сказать, чтобы аппетитно. Аппетитно. Угу, да, как-то уже, по-моему, я снимала этот цветок. Продолжает цвести, липановый зацвел. Красивенький. Сейчас обойду с другой стороны. Поближе, чтобы красоту запечатлеть. А носенький. Вчера хотели сходить на большой базар, но благодаря дождю просидели дома. Ни на секунду нельзя было выйти просто ливень стеной. Так, а что ещё из новостей? Из новостей то, что приехали наши чудесные знакомые из Красноярска. И привезли нам потрясающее, вкусное. Хочу сказать... Ну, чтобы не обидеть других... Хочу сказать, русское золото. Но я понимаю, что это не совсем русское. Но неважно. Факт тот, что... Восхитительное сало. Вот так вот. Привезли нам. Одно такое без прослойки. Около трёх килограммов, я так понимаю, в сало они привезли. Мы не обговаривали, какого размера. Ну, а вот они решили, чтобы нам мало не показалось. Чтобы здесь не оголодали. В общем, одно без прослойки. Как я люблю такое, знаете... Когда тонким кусочком режешь, и оно прям потом на языке тает. Очень мягкое, нерезиновое. Ну, в общем, чудное. И вот такое оно высокое. Сантиметров 7, да, Саша? Плэнс? Около... Около 70 метров, да. Чё, шагаем? Что, дядька там какой-то едет? Вот. А другое... Два других куска с прослойкой. Это уже мой ненаглядный любит. Ну, вот там вот... Состоим. И два куска других с прослойкой. Альмина попробовала. Сказала, что без прослойки ей больше понравилось. Но Альмина у нас не любит тоже ничего жевать. Господи, уже... Ну, вот она не любит жевать. И поэтому, по всей видимости, то, что без прослойки ей... Что жевать не надо, ей больше понравилось. Хотя мясное, оно тоже не резиновое. Замечательное. Кемаль ел первый раз. Не оценил. Не оценил. Палец книзу. Всё. Невкусно. Ага, не зашло ему. Ну, попытка не пытка. Дочь оценила, разумеется. Всё вкусно ей было. Но мы как оценили. Мы как оценили, да. Лакомились, лакомились. Продолжаем лакомиться. Благодарить их не устаем. И... И радоваться. Так, что, вначале за хлебом, да? Да. А потом на базар. Да, конечно. На базар. Надеюсь, что как-нибудь я вас с ними познакомлю. Постараюсь. Вроде хотела с вами вместе сходить на базар, но не получается так сделать, потому что... Мне же надо... Просы на кадар? Как? Надо же мне по сторонам головой крутить. На кадар салаталык? По 30 огурцы. А помидоры дорогущие по 50 сейчас такие интересные встретили. Ну, а вот эти вот какие-то зелёные, на мой взгляд, они и не поспеют. Вот по 25 они. Ну... Ой, видите? После вчерашнего ни пройти, ни проехать. Кто-то в футболках, кто-то в куртках. Как всегда, народ разношерстно одет. А ещё и обут, что кто-то в сланцах умудряется ходить. Я на днях ходила встречаться со знакомой. Она здесь уже замужем больше 20 лет. Работает тургидом. Мы познакомились год назад. И вот мы с ней встретились на днях, потому что сезон она занята, работает. Ездит в разные места туристические. В парке присели и разговоры разговаривали наши женские. Я была одета в футболки и в красных своих брючках. Не, не хочу такие. Александр меня за помидорами. И в кроссовках. А, а, и в шлёпках я. Лариса, так зовут мою знакомую, была одета в спортивном костюме. Футболка, спортивный костюм и кроссовки. Я не сказала, что у нас замёрзло. По 60 формы. Тыковка как очаровательно продаётся. Почищена, порезана, уложена. Такая аппетитная, солнечная, оранжевая, восхитительная просто. Ой, у меня с редиска. Хочешь ли? В прошлый раз что-то ты хотел маленькую, мы покупали. У меня слетел носок с этого башмака. Муж говорит, везде что-то сегодня приходится нам постоять в очереди. Сейчас за семечками стояли. Три человека было впереди. В банкомате стояли. Юна позвонила, попросила мандарины купить. Господи, я уже забыла, что. Мандарины. А там вначале были по 35 бананы. Ну, значительно симпатичнее даже, чем по 50. Ой, какие страшненькие. По 30-точки. Ой, хурма какая, боже мой. Прелестница. Крупнячая. Хурма, она какая? Секретарь. Ты шикередра. 80. Красотка. Красотка смачная. Огромная. Как персики гигантские. Ничего путнего мы еще не купили, кроме семечек и хлеба. сзади мопед. Вот так вот базар. И тут же машины ездят, и мопеды. Он арбузы еще продают. мы уже, конечно, не покупаем. Для суровой турецкой зимы. Как вам костюмчик? Разные цвета еще есть чудненько. Всегда есть выбор, да? Ну, хорошо. Так, что мы? Купили помидоры. На мой взгляд, не плохие. Когда попробую, буду знать, конечно, лучше. Прямо по 25 лир. Горы баклажанов у меня дома есть. И кабачки есть, и я за них забыла, и пролежали они целую неделю. Вот так. Сейчас вернемся, наверное, на начало. Там мне понравились помидоры. Знаете, такие неправильные формы. Вот такие вот маленько как-то закрученные. 50 лир килограмм. Ну, какие-то они были такие аппетитные. Любят вот турецкие жители вот копаться в этих кучах, что-то находят интересного, а у меня как-то вот не получается. Мне говорят, терпения не хватает или что. В общем, никогда я не нахожу ничего в этих кучах. А, картошку, картофель еще купили по 10 лир за килограмм. Умножаем на 3. Что там с лирой? Что-то повыше. А то что-то на выходные 3 с чем-то даже была. Ага, ну, в общем, на 3 умножать. 2 за 13. Ну, сам же выбрал. Ну, взял. Ну, больно. Дыши, к рыбе. Оторвать. Оле. Бери. О, тоже на базар пришел. К рыбе, наверное, продвигается. Надо было оторвать эти листочки, Саш. Куда мой мусор понесем? Мы купили как-то там недели или две назад редиску так же. И, в общем-то, я показываю, прошу оторвать листочки. Она была так удивлена, что я прошу оторвать листочки. Она мне говорит, нет, нет, на салат. Я говорю, ну, вот, вы на салат как-то и кушайте. Мы это не привыкши, не едим. Муж очень любит редиску. Я помидоры. Поэтому выгодное предложение два пучка редиски за 15, потому что она так стоит. Смотри, там рука штук грязная, полезешь в эти штаны. А так бывает один пучок 15, я же спрашивала там, да? Ну, в общем, купили. будет к ужину. Он даже не салатом любит, а кусочками макать в соль и хрустеть. Идем запрямить. Ну, дома есть огурцы. О, привет! Вот эти яблочки купили, которые показала. Они самые дорогие, по 50 лир за килограмм. Мы никогда их не брали, всегда хотелось. А вот эти что-то 20, что ли. Ну, хотелось всегда тех. но решили, что сегодня тот день, когда мы их купим. Попробуем потом дома, насколько они волшебные. Ну, бывает, вы видите, какой еще товар. Не знаю, ладно. Гранат. А еще один, по-моему, дома есть гранат, не купили гранат, что-то достойных не нашли. Полопанные, когда бывают гранаты, они продаются по 10, ну, или по 15 лир. А тут были все лопнувшие, такие большие трещины, что видно зерна. И были по 20. А остальные были еще дороже. Так что воздержались пока. Тем более, что дома есть. это манго по 150. А еще лежала папайя. Папайю никогда не пробовали, но слышали о том, что на вкус как вареная морковь. Так вот, такая папайя лежала, на мой взгляд, она как-то полусгнившая и за 50 лир килограмм. Решили, что вареную морковь за 50 лир килограмм не стоит покупать. Напишите, если кто в курсе про вкус папайя. Драгон фрукт не является нашим фаворитом, потому что тоже, как говорит моя тетушка, мокро и все. И я с этим согласна. Хоть красный, хоть белый, мокрый и все. Какие-то шикарные гранаты. Нарный кадар? Ага, по тридцатке, ага. Ну, без трещин, без ничего. Ладно, так, а мы движемся за помидорами. Вот эти помидоры. Вот такие какие-то корявенькие. Ну, вот хочется мне их. 50 лир, да. Ну, ладно, выберу сейчас. Распродажи картошки фри. Вот это юна все виновата, оповестила. А так бы, так, а это не, это долька, ну, короче говоря, мы такое не покупаем вот за три года второй раз. Ну, раз юна скинула, раз распродажи, надо брать. Кто мы такие, чтобы спорить с дочерью? Даже? Ой, самон. Вот самон, надо тоже приглядеться. Уху давно не делали, не варили, Сейчас посмотрим. Возле дома в магазин зашли. Купили ко... Что мы купили? Да пузыри. А теперь картошка выяснили, что здесь по 8, то ли 8,90, что ли. И отправила мужа за картошкой. А сама здесь в ботаническом саду будем с картошкой и с драниками. Восхитительное солнце на улице. К обеду вообще печет по-летнему. Но присутствует ветерок, как обычно, свежий. Благодарим, что прогулялись с нами. И до встречи в следующем солнечном осеннем видео.